Спортивные симуляторы неотъемлемая часть игровой индустрии. Они появились ещё в те времена, когда у разработчиков были дела поважнее, чем, например, физика травы. Однако из года в год, так или иначе, мы отдаём своё предпочтение тому или иному спортсиму. Кто отличился в минувшем году, подскажет Гохару. Дело же чести настоящего фаната проголосовать за любимую игру, и мы оставляем это право за тобой. По всей видимости, Electronic Arts устали слушать, что из года в год делают одну и ту же FIFA. И в итоге решили всё переиграть. Сменой движка дело не ограничилось, и, пожалуй, главное, что поразило фанатов, это наличие сюжетного режима. До недавнего времени FIFA ориентировалась скорее на фанатов серии, особо не пытаясь привлечь новых игроков. То ли EA не могли найти способов, то ли ресурс любителей футбола исчерпан. Если в прошлом году, по всей видимости, упор был сделан на женскую аудиторию, то в этом взор пал на более казуальную публику. Приучить спортивным симуляторам через призму сюжетного режима оказалось отличным решением, и, что самое главное, совсем не навредило остальной игре. Забавно, что выбор победителя в номинации «Лучшая спортивная игра» — это скорее выбор любимого вида спорта. Каждый из номинантов, по сути, является чуть ли не единственным представителем в жанре, и NHL 17 — не исключение. Так что ставь лайк, если любишь хоккей. Пока суровые мужчины на льду выясняют, у кого клюшка длиннее, высокие чёрные и не очень мужчины соревнуются в меткости. Хотя, казалось бы, должно было быть наоборот. С баскетбольными симуляторами дела обстоят ничуть не лучше, чем с хоккейными, и NBA 2K17 оказался здесь по причине отсутствия других претендентов. В общем, мы пока покажем тебе крутую нарезку по игре, а ты проголосуй, если любишь баскетбол. Смешанное единоборство становится всё популярнее. В последнее время ролики с кровавым родобитием стали появляться в новостных лентах всё чаще, и постят их всё более разнообразные люди. От молодых девушек до парней, которые в неравной борьбе со спортивной фигурой проигрывают чизбургеру. Понимая это, Electronic Arts решили не упускать возможности, сделали уже второй симулятор потных мужских объятий UFC. Что важно отметить, игра в 2016-м учла ошибки оригинала и на этот раз впечатляет новыми приёмами и динамикой боя. Футбол – дело популярное, и по этой причине номинантов в жанре футбольных симуляторов у нас два. Речь идёт, конечно же, о Pro Evolution Soccer 2017, который в минувшем году, кстати, был молодцом. Разработчики вдохнули в серию «Новую жизнь», и погоня за мячиком теперь выглядят не только более реалистично, но и зрелищно. Пёс сумел не только отладить механику, но и наделить свой футбол, присущий ему атмосферой спортивного праздника. Говоря в общем, составить довольно жёсткую конкуренцию FIFA 17. Учитывая, что эти двое, по сути, разделили фанатов на два лагеря, борьба обещает быть жёсткой. Может быть, предложить им выяснить отношения в UFC 2? Таким нам запомнился 2016-й. Какая спортивная игра, на твой взгляд, достойна звания лучшей? Голосуй на сайте goha.ru Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...